записывать. Все, запись пошла. Да, Артем, привет еще раз. Привет всем, кто нас смотрит в прямом эфире. Привет-привет. А традиционно можешь пару слов сказать о себе? Кто ты, чем ты занимаешься и как вообще дошел до жизни такой? Да, давайте расскажу. Собственно говоря, я руководитель проектного офиса в Сбе. К счастью или, к сожалению, Сбер большой, поэтому, конечно же, не всего Сбера, а только маленькой, но важной его части, такой, как платформа Сбербанк Онлайн. У нас есть такое большое классное наше подразделение, платформа Сбербанк Онлайн. В нем есть проектный офис, задача которого крупные технологические проекты, различные трансформации, которые у нас есть и так далее. Собственно говоря, я им руковожу. Как я до этого дошел, на самом деле, большая часть моей карьеры внезапно была построена в Сбере. То есть я пришел сюда джуниор давно, лет, наверное, 8-9 назад уже, фактически сразу месяцев через 7 после универа. Я, конечно, до того работал в IT, то есть стартовал в консалтинге. Потом была небольшая история в продуктовой разработке, но недолго, то есть от силы года полтора. Потом пришел в Сбер, пришел аналитиком и попал, обалденно, я там считаю, к одному из-за. Лучших, наверное, наставников, да, которые, собственно говоря, когда-то в свое время и построил Сбербанк Онлайн. Я с ним работал, учился, был системным аналитиком и занимался надежностью Сбербанк Онлайн. Мы там вместе доросли, условно, с 10 миллионов мало, да, там, да, 70+. Вот постепенно я, естественно, там, дорос до темлида аналитики, потом сам руководил проектами надежности Сбербанк Онлайн. Нам нужно понимать, что это, по сути, настоящий такой серьезный хайлоуд, еще и в финансовой сфере хайлоуд, да, то есть, условно, как я люблю приводить пример, если у тебя в ВКонтакте или в Фейсбук лежит какой-то сервис отображения условных картинок, это неприятно, и это влияет на большое количество людей. Люди нервничают, не недовольны, но гораздо хуже будет, если вдруг ты, короче, стоишь, условно, в магазине, пытаешься там со своего счета на карту денег себе закинуть, чтобы ее оплатить, а Сбол, короче, будет неприятно. Вот наша задача была, да, там, и сейчас часть моей работы, да, сделать так, чтобы такого, короче, не случилось. Потом волею судеб начальства, да, там, я в том числе рос, да, там, мой бывший руководитель уже ушел на пенсию, я попал там к еще одному замечательному руководителю, на мой взгляд, вот, и, похоже, волею судеб начальства, и, наверное, хоть чуть-чуть своих навыков, короче, стал Head of Pimeo. Собственно говоря, вот сейчас им и являюсь, руковожу и пытаюсь все еще расти и чему-то учиться. Да, крутой introduction. Я предлагаю, мы же сегодня будем говорить про софты и харды, да, как раз мы, когда с тобой выбирали тему, ну, скажу, да, для слушателей, мы долго думали, над чем поговорить для того, чтобы совсем не скатываться там в технические детали, в микросервисную архитектуру, что такое Legacy и прочее-прочее, и как раз вот у нас, ну, не то, что спор зашел, да, а такая дискуссия на тему, что важно, да, для IT-менеджера, проекта, продукта, там, не знаю, Delivery-менеджера, там, Release-менеджера, Team Leader и так далее, да. И как раз вот у нас зашел, да, так, ну, зашла дискуссия, и я понял, что если, ну, то есть у меня там есть один взгляд, у Артема другой взгляд, да, то это как раз будет интересно обсудить с учетом, естественно, Артема твоей колокольной и моей колокольной, ну, собственно, опыты, да, нашего. Я предлагаю, знаешь, чуть-чуть вернуться, сейчас мы говорим про портовой опыт, чуть-чуть вернуться на, там, пять лет назад, пять с половиной, когда ты стал, я просто, вот у меня сейчас как раз перед лицом твоей LinkedIn профиль, когда ты из аналитика пришел в лиды, да, то есть ты стал условным менеджером, да, который начал управлять другими людьми, да, собственно, так, это я торможу или это… У меня не тормозит, я вижу, слышу, хорошо, я торможу. Вроде, да нет, нет, сейчас все нормально, все-все. Супер. То есть, условно, интересен как раз переход, да, то есть, как бы, когда ты работаешь аналитиком, не важно, разработчиком, тестировщиком и так далее, а ты, собственно, член команды, да, то есть ты выполняешь определенные функции, да, требования писать, не знаю, фиксировать, там, писать под, фиксировать, там, юнитесты и прочее, прочее, да, там, не знаю, регрессию делать, и всякие прочие вещи. Когда ты становишься лидом, да, соответственно, ты начинаешь учить молодых, там, не знаю, аналитиков, в данном случае, да, там, не знаю, другие члены команды, ну, то есть работать над их мотивацией, над их перформансом, там, может быть, менторством заниматься, да, там, может быть, джунок и так далее. Вот что поменялось в, ну, то есть, что произошло такого, что ты решил стать лидом? То есть это, как бы, ну, это классический карьерный рост, понятно, можно расти горизонтально, можно вертикально, но почему ты решил пойти в лиды, а не развиваться именно в, там, я не знаю, в сторону горизонтали, а вертикали? Что произошло? Вот это как раз интересно. Давай я расскажу историю, короче, я просто дал лекцию в вышке как раз там для ребят тоже по хардскиллам и софтскиллам, да, и был прям похожий вопрос на самом деле. Мне нравятся в нем две истории, простим. Значит, первое, я прям изначально, короче, влюбился в профессию менеджера проектов в IT. Вот так, сначала я был влюблен, конечно, в инженера, в смысле, в инженерную профессию, хотел быть инженером, потому что я по образованию именно инженер, да, инженер-механик, вот. Но потом, короче, погрузившись во всю эту историю, узнав, да, там, про роль, я вот прям хотел именно этим заниматься. Когда я пришел впервые, да, там, устраиваться на работу в консалтинг, вот, я пришел, мне сказали, ну, скажи, короче, что ты хочешь? Я говорю, хочу проектами руководить. Мне говорят, вот прям сейчас. Я говорю, конечно, давайте, короче, мне сколько человек? 20 человек, да, давайте 20 человек, давайте, там, бюджетный нас 100 миллионов, я не помню, я ожидал условную цифру. Ну, да, да, да. Вот, и, короче, начну завтра руководить. И у меня карьера, короче, идет волнами от сознания моего, по крайней мере, того, как это устроено. То есть вначале мне казалось, что я могу руководить любым проектом в любой момент времени, короче, вот, во сколько там, 20 лет пришел или 19, да, первый раз работать. И был готов руководить хоть строительством космодрома, хоть построением IT-системы, короче, чем угодно. Просто скажите, что строить, дайте команду и денег, и я построю. Вот, потом пришло осознание того, что, короче, ничего я никогда и не построил, походу. Вот, и знаешь, короче, это всегда такая некая пила, правда, растущая. Да, да, да. Возрение, что постоянно кажется, что ты вроде поднимаешься вверх, думаешь, ну, наконец-то, я вот знаю теперь, как это делать. Потом бум, падаешь вниз, думаешь, блин, да что ж такое, походу, я ничего не знаю, короче, как этим вообще заниматься, за что я здесь работаю и почему меня держат. Потом ты вроде выкарабкиваешься, но, к счастью, еще чуть выше, чем предыдущий пик, да, и такой, думаешь, ну, вот, теперь-то я уже молодец. Теперь-то я могу руководить проектами, где 100 человек работает, да, и тебе что-нибудь такое прилетает, что, да, я просто не то, что не могу, я уже не хочу, наверное. Наверное, да, этим заниматься в своей жизни. Ну, короче, вот такая вот некая растущая пила, к счастью, она растущая. Я постоянно, да, там, откатываюсь, как бы, до сюда. При этом, то есть, отвечая на твой вопрос, я, короче, стремился конкретно к этому. Был промежуточный этап, действительно, аналитика, то есть я там работал бизнес-аналитиком в консалтинге, потом перешел в системной аналитике, потому что нравилось, и потому что даже, на самом деле, ну, в какой-то момент времени там тоже я осознал, что, условно, идти в менеджера, просто в менеджера, не пройдя хотя бы из одной из стадий такой, ну, давай назовем это, работящей, короче, профессии, да, ну, реально сложно. То есть ты все-таки должен погрузиться, вот, начать с чего-то, потому что я понимаю, что бывают успешные менеджеры, кто там пришел администратором проектов, да, условно, там, джунон, и там вырос в менеджер. Нормальный карьерный трек тоже, но просто мне кажется, что он чуть-чуть похуже, что ты пришел, ты погрузился, да, именно в какую-то профессию, ты там в ней вырос относительно, да, и дальше сделал, короче, некий следующий шаг. То есть, да, для меня это был особенный прям шаг, это был спланированный карьерный трек, вот, да, от того, что нужно сделать, и как, наверное, к этому прийти. Ну, и стоит, это не должно, что мне реально везло с руководством. То есть, ну, по сути, у меня было два крупных руководителя, текущий и предыдущий, который меня изначально устроил, да, и оба были готовы специфично по-своему, но менторить, да, и помогать, собственно говоря, идти туда, куда, давай так скажем так, не то, чтобы, может быть, мне хотелось, но туда, куда по ходу стоило идти, да, и этот факт сейчас подтверждает, что действительно, короче, они правильно помогали и правильно толкали. Я понял, спасибо. Ты как раз вот и сейчас упомянул, и когда вот мы с тобой тоже там формировали анонс, что вокруг тебя есть люди, ну, то есть твой руководитель, да, который, по сути, тебя обучает, менторит, тянет и так далее. Как ты считаешь, вот если бы такого бы человека, ну, понятно, гипотетически, да, там можно обсуждать что угодно, но если бы такого человека или таких людей, ты говоришь, да, там два менеджера были, не было бы, то твоих бы способностей, да, вот на тот момент, да, когда ты рос, тебе бы хватило для того, чтобы занять ту позицию, которую ты занимаешь сейчас. То есть, ну, то есть достиг бы ты тех карьерных высот, вот, ну, как ты считаешь? Так, включи звук, ой-ой-ой-ой-ой, сори. Я не знаю, короче, я, если звук уберу, машина за окном проезжала, я решил замлюзиться и все. Да-да-да, другие стопы. Вот он, не знаю, почему, короче, надо будет с ним однажды поговорить на этот вопрос. Всякий раз, когда я с 2018 года, или с 2019 года, короче, приходил к нему и говорил, Паша, хочу быть продукт-онером, короче, дай мне соответствующую, там, технологическую команду или продукт. Он все время мне подсовывал чуть больше проект. Вот, да, я приходил к нему опять с запросом, говорю, ну, все, короче, я вот этими проектами уже назанимался, да, я и так большой молодец. Сейчас стильно, модно, молодежно быть продукт-онером, да, а он подсовывал мне еще больше проект. Последний раз, когда я к нему пришел, условно, плюс-минус с похожим запросом, да, он подсунул мне, короче, проектный офис. Вот, предполагаю, что, видимо, я относительно успешен в этом деле. Как бы я достаточно самокритичен, чтобы говорить, что я успешен, да, но предполагаю, что если меня там достаточно интенсивно толкает этот карьерный тракт, скорее всего, это прям, ну, реально, видимо, короче, стоит этим заниматься. Вот, это вот то, что я могу сказать четко, если бы не было вот моего второго руководителя, либо он был бы каким-то другим. Что касается первого, ну, наверное, я не получил базы. Давай так, вот, самое важное, я, короче, не считал бы, что руководитель должен быть хорош в технологиях, потому что вот у него я перенял историю, у моего текущего руководителя тоже есть, но базу-то заложил, по сути, первая, да, я у него перенял историю с тем, что, скажем так, ты должен шарить в технологиях. Да, ты не должен быть там архитектором, разработчиком потенциально, ты, там, не стоит тебе разговаривать там про библиотеку какую-то конкретную, да, но при этом сесть и поговорить о том, почему тебе в конкретном кейсе, в конкретном сценарии нужно использовать ресты, допустим, а не кавку, вот ты, короче, должен иметь, вот, да. Или если у тебя нет кавки, есть только ресты, потому что, да фиг знает, потому что тебе так, короче, ограничили твой техстэк, вот. Да ты должен придумать, короче, решение, как тебе работать в этой ситуации, когда тебе нужна асинхронная, есть только ресты. Вопросов, может быть, много, больше, но вот у него я, по сути, перенял вот эту историю. И тоже важный момент, что я перенял у него, историю с тем, что PM должен классно шарить в ландшафте. Вот, я имею в виду, что ты не ограничиваешься своей системой, ты не думаешь узко о своем проекте, да, ты внезапно должен думать о том, а как у тебя устроено все вокруг, вот, как меняется ландшафт вокруг тебя, то, что в крупных корпорациях, на самом деле, там, в Сбере, в Фейсбуке, в Гугле, да, в Amazon и так далее, у тебя постоянно происходят изменения, да, каждая команда, каждый продукт, они что-то меняют, вот. И ты можешь критически зависеть от этого продукта, вот. И будем объективны, короче, да, редко кто прям ходит и всем в набат бьет, что он сейчас какие-то изменения серьезные проводит, и все об этом знали. Поэтому ты должен это понимать, ты должен понимать эти критические зависимости, да, и ты должен, ну, по сути, поддерживать вот эти свои знания о ландшафте, в том числе технологическом текущем, в той организации, в банке, пофиге, где там работают, да, условно текущем. Гуд. Я понял, мы как раз, да, вот подходим к теме непосредственно скиллов. Я прежде, ты человек, который поработал и проектом, и продуктом, я так понимаю, и delivery менеджером, да, ну, естественно, сейчас руководитель проект новости-то. В чем отличие между работой проекта, работой продукта, продакт-тоунера, продакт-менеджера, давай объединим эти понятия, да, ну, то есть это две позиции, да, и технического, продакт-менеджера или продакт-менеджера, да, потому что, если просматривать там вакансии, да, на том же LinkedIn, да, есть обычно там продакт-менеджер, я не знаю, там, мобильные приложения, продакт-менеджер какой-нибудь там финтех, да, а есть технический продакт-менеджер, да, и ты понимаешь, что там чуть-чуть как бы вот дьявол. Ты поработал и там, и там. Как ты вот с твоей точки зрения, да, я и тоже работал, но ведь правда технически мне работал. В чем принципиальное отличие? То есть в чем должно быть отличие между некого там майнсета, да, у первого, второго, третьего человека? Слушай, смотри, если брать именно продукт оунера такого вот прям сильно бизнесового, то здесь, конечно, разница, ну, разительная, условно, может быть, да, там с техническим, на мой взгляд, по крайней мере, как я это вижу, но опять-таки, короче, именно в этой истории я там чуть, может быть, слабей. При этом, что касается, наверное, там, project-менеджера, если сравнить даже там с technical project-менеджером, ну, вот на Западе, да, это есть там technical program-менеджер, вот она обычно вот так в руках называется. Да, 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 да. И просто классическим project-менеджером. Ну, смотри, давай, я просто, я как считаю, если ты занимаешься технологическим продуктом, ну, а мы, по крайней мере, скорее всего, им все и занимаемся, вот, то у тебя есть, ну, наверное, три уровня владения, три домена твоих ключевых, да, таких, по уровню. Верхний уровень – это 50% этой серии твой некий, там, софт-скиллы, да, вот, и того, какой ты просто менеджер, вот, да, некий базовый набор того, каким менеджер является любым. И здесь все равно, какой ты, чем ты проводишь. Ты можешь ходить IT-проектами, ты можешь, там, не знаю, театр строить, да, можешь ракету запускать. У тебя просто есть скиллы, короче, менеджера, как хард, так и софт. При этом есть второй уровень, и он, на мой взгляд, как раз технологический. Ну, то есть ты работаешь с технологическим продуктом, поэтому ты должен понимать, как устроен технологический стэк, как он работает и что это такое. Здесь, кстати, можно тоже разделить по отраслям. Если мы говорим про IT, то, соответственно, это, ну, понимание IT, да, если там, вот, у меня есть знакомые, друзья, кто работают в других сферах, там, чисто в инженерных, я имею в виду, в физическом мире, да, работают, то у них это, очевидно, понимание того, как устроен физический мир, да, и какие требования к нему есть. Это из серии 30% твоих умений. То есть это некий второй уровень домена, который для тебя критичен. Вот, и третий уровень – это понимание продукта. Я имею в виду именно вот некое бизнесовое такое. Понимание – это домен. То есть ты работаешь, условно, в страховой компании, понимание страхового продукта. То есть если ты там в банке, понимание банка, да, там. Если ты строишь ракеты, то понимание того вообще, зачем вы как бы строите эти самые ракеты. Вот, наверное, вот так, по крайней мере, это я вижу. Теперь отвечая на твой вопрос по поводу разницы, как я сказал, я считаю, что разница между PM, короче, техническим там продуктом и просто и техническим project менеджером, их внезапно гораздо меньше должно быть, на мой взгляд. То есть они должны в равной мере, короче, обладать вот этими доменами. Вот, продукт-оунер бизнесовый, он как раз обычно, по крайней мере, как я это вижу, да, из там моего опыта, он действительно думает о бизнесе, о ревенью, да, например, думает. Для него критичный мау, дау, вот, retention, увлеченность пользователя и так далее. Технический продукт, он тоже думает, конечно, о некой увлеченности своих клиентов, но он больше думает об удобстве. Ну, то есть у него есть клиенты, это чаще всего внутренние какие-то клиенты. Ну, то есть ты строишь платформу. Допустим, ты строишь сервис логирования. Вот, да. Соответственно, ты должен предоставить удобную библиотеку для своих клиентов, которые там, не знаю, взялись, ее в продукт встроили, и все, и у них чудо случилось, логирование заработало, они ни о чем не думают. Вот. Ты должен там предоставить различные, кучу механизмов надежности. Если у тебя отвалилась вдруг твоя система логирования, что должно произойти, да, какие-то бэкапы должны быть. Но все это должно быть вообще вне поля знаний твоих пользователей. Они этим пользуются из-за сервиса. Да, он там. Да, да, да. Ну, то есть, по сути, ты тоже думаешь об удобстве. Ты тоже думаешь, короче, о пользователях. У тебя есть концепция продукта твоего. Ты внезапно думаешь, что есть стратегия развития твоего продукта. Ну, то есть сегодня, например, я сижу на здоровом, дорогом орокле, вот, да, а должен перейти на какой-нибудь open source продукт. У меня есть стратегия развития продукта, да. У меня точно так же есть там экономика определенная. Ну, то есть ты внутри организации можешь свой продукт из-за сервиса продавать. Ну, некую бюджетную модель выстроить, да, исходя там из... Ну, неважно как, то есть ты можешь выстроить внутреннюю некую там систему бюджетирования из-за сервиса. И она у тебя тоже будет... И ты тоже об этом будешь думать. То есть, ну, это, по сути, вот, есть некий technical product owner. Как я вижу, это я, вот. Good. Смотри, тут Дмитрий задает вопрос, да, как раз, вот, мы чуть-чуть вернемся назад, да, по поводу прямых руководителей, которые тебе помогают расти, да, ну, то есть выступать некими, в том числе и менторами, да, которые тебя направляют именно вот как-то, твою карьеру, да, вот туда, иди туда, не сюда, да. Ну, опять же, с высоты своего опыта. А вопрос следующий. Если бы твои руководители бы не поддерживали тебя по абсолютным причинам, да, им это неинтересно, не сошлись по персоналиям, еще что-то, а сработали бы для тебя менторы или адвайзеры со стороны? И вообще менторы выселили ты когда-нибудь на стороне? То есть, условно, внешне, то есть человек не из компании, например, которого ты используешь как ментора. Смотри, разобьем ответ, наверное, на две части, да. Первая часть, если бы руководители вообще тебя не поддерживали, а не менторили и так далее, тут вопрос, стоит ли в этом месте, ну, по сути, работать, наверное, стоит задуматься. Понятно, что у нас существует внешних обстоятельств, ипотеки, дети, семья и так далее, да. Если мы вот абстрагируемся и попытаемся решить задачу в вакууме, и у тебя стоит вопрос карьерного роста, то ответ такой, короче, что тебе, на мой взгляд, тебе, значит, надо менять руководителя. Уходить в другую компанию, искать его внутри. Это, кстати, базовый вопрос, когда там, ну, тоже, например, вышки общались с ребятами, они спрашивают, типа, как понять, что у тебя хороший руководитель? Когда ты на джун позицию приходишь, на джуниорскую, как понять, что у тебя хороший руководитель? На мой взгляд, следующее. Не знаю, откуда я в свое время это услышал, мысль точно не моя, но я ей пользуюсь, она у меня в голове есть, что ты должен, по сути, спросить своего руководителя потенциального будущего, вот, а кого он вообще вырастил, где люди, которые работают. И если руководитель, он захлеб рассказывает, ну, кажется, с интересом рассказывает о том, где эти люди сейчас, вот, кто они такие, чем они сейчас занимаются и так далее, да, то это круто. Это, по сути, говорит о том, что, ну, ему не пофиг, что он готов в тебя вложиться, и в тебя он тоже, скорее всего, вложится. Тут важный момент, конечно, короче, и самому, давай, скажем, не тупить, да, вот такой безобидный. Конечно, конечно. Проактивность важна. Да, если ты не будешь тупить, то ты, соответственно, тоже будешь расти. Так вот, то есть, тебе надо менять руководителя в таком случае, искать какие-то другие возможности. То есть, такого может не быть, и тогда мы переходим к некому второму этапу, что внешний ментор. Давайте так. Наверное, мне персонально кажется, что это возможность на сценарии. Я таким не пользовался. Хотя сам, например, вот, да, там, я иногда, ребята, кто есть от кого запрос, я там, ну, ментором выступаю для них. Тем более, вот мы, по крайней мере, там, в Сберии эту историю популяризуем. То есть, есть сервис, ты, по сути, можешь прийти к любому уровню, там, СТО, да, практически к вице-президенту и, по сути, ну, стать его менти, вот, записавшись к нему, там, в слот соответствующий. Вот. Но, на мой взгляд, лучше всего эта история как раз работает передавая внутри. Ну, то есть, брать ментора прямо извне, из вне организации сложно. Он, скорее всего, не в контексте. Ему, ну, на мой взгляд, сложно будет разобраться в твоем вопросе. Гораздо эффективнее работает, если он изнутри организации. На мой взгляд. Хотя я знаю, что тема популярна. И многие, ну, как бы, и ко мне приходили с запросами, да, там, я помогал. Но мне кажется, что это сложнее, ну, и менее эффективно. С другой стороны, организации разные, и не везде вообще, ну, короче, такое количество людей, что имеет смысл вообще запускать, да, там, масштабный менторинг какой-то. Вот. Как-то так. Слушай, ну, я тоже себе пять копеек ставлю. На самом деле скажу, что я-то тоже в Сбере. Мы с тобой в одно время работали, да, я в Сбертехе начинал, потом в Сбере, 9 лет проработал. Могу сказать, что если твой руководитель является ментором, ну, или темлиц является ментором, да, то есть он, как бы, готов в это вкладываться, это очень круто. Это очень круто. Реально ты будешь, ну, то есть, как бы, впереди, чем большинство твоих коллег, которые не, собственно, там, идут менторством с руководителем, которые не считают этим нужным, ну, то есть анимацию и так далее. Тем более, опять же, это преемственная история, да, то есть, условно, ты становишься ментором и тому подобное. В ЕПА-ме эта ситуация тоже очень хорошо развита. Ты выбираешь человека, который на, там, уровень 1-2 выше, чем ты, да, и занимаешься с ним, опять же, по каким-то вещам, там, по project management, product management и тому подобное. Есть, опять же, компании, организации, где нету менторства в принципе, да. Более того, там нету даже обратной связи. Ну, то есть, там, какого-нибудь фидбэка, перформанс-ревью и так далее. Тебе перформанс-ревью дают в конце года, да, из серии, что ты справился или не справился, да. Ты получишь свою 13-ю зарплату, там, или, там, получишь ее половину, да, или вообще не получишь, да. То есть, как бы. И я полностью согласен с твоим тезисом, что если руководитель, все-таки, да, как человек, который достиг определенного уровня, он, когда становится ментором, это только его усиливает, потому что в менторстве и ты учишься, и руководитель учится. Это же не игра в одни ворот, это всегда двухсторонняя игра. И хорошие пытки, естественно, должен вкладываться, да, чтобы потом, ну, собственно, ты, как бы, давал эти знания, там, или свои знания, людям, которые, там, под тобой уже, да, под моим управлением. А что касается внешнего менторства, да, здесь как раз тоже Яся упомянула, что руководитель, то есть, грубо говоря, человек может быть хорошим руководителем, но у него нет предметной экспертизы. Он не, то есть, он хороший менеджер, но, например, он не разбирается, я не знаю, там, в бизнес-анализе, да, или в архитектуре, или, не знаю, там, в чем-то, да, то есть, он, грубо говоря, его задача, знаешь, вот этот, там, такой мотиватор, такой двигатель, не знаю, там, предприниматель, генератор идей, да, ну, и, соответственно, и поэтому Тася говорит, что очень полезно, бывает, она занимается с внешним ментором, да, который, имея не такой, не зашоренный взгляд, предлагает какие-то идеи, которые она внедряет в организацию, поэтому это тоже, как бы, то есть, это плюс, такой взгляд со стороны, да, и в целом, я думаю, что, как бы, и то, и то работает, как бы, если, понятно, что внутри человек, он знает все процессы, может помочь, ну, а снаружи, может по-другому посмотреть. Гуд, про менторство, реально, такой, знаешь, такой вопрос, вот мы там потратили, там, почти, там, полчаса, а давай сейчас поговорим, как раз, вот мы этот вопрос вынесли в непосредственно анонс, что такое в целом управление проектами, да, как раз, как ты сказал, управление проектами, это не только созвоны в зуме, да, и двигание колбасок на диаграмме Ганта, да, пространство таких путей, что такое в целом для тебя проектный менеджмент и управление проектами? Давай, да, смотри, я, конечно, наверное, черный пояс по зуму, вот, и могу в нем сидеть и девять, и один из-за часов, да, если это, справа есть кофе, короче, а слева есть хоть какой-нибудь салат для перекуса, могу сидеть отдельно. Вот, но, и, кстати, я, к слову, считаю, что это часть моей работы, нет такого, что я, короче, считаю, что это хейт какой-то к зуму, к совещаниям и так далее, я считаю, что это часть моей работы, я изначально ее осознавал, там, условно, еще лет девять-десять назад, да, вот, но при этом задача PM-а, у него действительно, конечно, существует задача, там, и серия, собрать всех и попланировать, в нем существует задача зарядить всех, короче, достичь той цели, которую вы перед собой поставили, вот, в нем существует задача продать эту цель, ну, то есть, для понимания, на мой взгляд, давай так, вот, как выглядит обычно задача в крупной корпорации, условно, вот, есть ты, продукт-оунер, да, отвечающий, давай, давай разберем на примере, там, банковского какого-то сервиса, да, вот это, через платежи, ты продукт-оунер сервиса платежей, вот, есть у тебя база данных какая-то, своя база данных Oracle, допустим, да, дальше есть продукт-оунер переводов, у него есть своя база данных, она тоже Oracle, и вот у вас таких, короче, продукт-оунеров обычно минимум, короче, штук 100 какой-то крупной компании, да, в Facebook, в Apple, везде одинаково, на самом деле, да, это работает, вот, и вдруг нам всем надо отказаться от Oracle, ну, вот, потому что, почему надо, потому что внезапно, если организация сделает это на круг, она станет меньше платить Oracle, потому что такие подходы, ну, короче, кто работал с вендорами, там, с Oracle, с IBM, представляет, как устроено лицензирование, и поэтому надо отказаться не у тебя в платежах, а надо отказаться дофига где, вот, естественно, надо отказаться какому-то нетлайну, как это обычно работает, я, значит, прихожу к тебе и говорю, Вань, откажись, пожалуйста, от баз данных Oracle, вот тебе шикарный сервис, допустим, на BuzzGrid, вот, ты скажешь, здорово, все прекрасно, вот, сделаю тебе через, не знаю, семь кварталов, почему, ты говоришь, ну, у меня такой бэклок, короче, я сделаю этот сервис, заработаю, не знаю, столько-то миллионов, сделаю этот сервис, мои клиенты станут на столько-то счастливее, а здесь мой МАУ вообще улетит в два раза, короче, буду самый крутой сервис в Европе, да, там, и вообще там, в западном мире, вот, прихожу к другому, например, к условному отвечению за переводы, говорю, Дима какой-нибудь, да, вот, Дима, скажи, ты можешь перейти на BuzzGrid? Он скажет, конечно, вот, я тебе это сделал через квартал, вот, взял себе в МАУ и сделает, как бы, и у вас таких наберется очень много, вот, но только вы все растянетесь, ну, минимум, короче, года на два, всем надо вообще-то, в организации надо в этом году, и, как бы, продукт лонера Oracle, его обычно не существует, как бы, ну, в каком роде, кому ты мог бы получить эту задачу, и тут вот появляется как раз этот самый PM, да, который всех начинает вот так вот влево промбовывать, говорит, потому что есть, короче, реальная цель, он начинает твой бэклог челленджить, он говорит, давай смотреть, что у тебя есть, короче, и открывает, он говорит, вот смотри, ты эту фичу сделаешь, условно, заработаешь x миллионов, да, а если организация, если ты все-таки сдвинешься влево, организация сэкономит 3x миллионов, короче, давай-ка, дружище, ты сделаешь это не через 5 кварталов, или сколько мы там говорили, а сделаешь это через квартал, вот, как бы, и всех вот так вот начинает лестненько, короче, утрамбовывать в ожидаемый срок, возможно сценарий, к слову, PM, почему он должен быть прошарен, он к тебе придет, вот, и допустим, ты честный, вот, да, и расскажешь ему честно, скажешь, я вот сделал сейчас эту фичу, какую-то свою, и заработаю 5x миллионов, а вот, да, и PM скажет, блин, то есть моя фича даст экономит 2x миллиона, а твоя 5x даст, и с этим разбираться, он либо придумает, как долить тебе ресурсов, если это имеет смысл, возможно, он тебя посмотрит на архитектуру и скажет, блин, смотри, а давай-ка мы с тобой вот здесь вот накостылим, чуть-чуть прям совсем, вот, да, но сделаем и твою, и мою, короче, фичу, и вот прошаренный PM, он как раз с этим активно умеет делать, в худшем случае он, конечно, пойдет, ну, не в худшем случае, в одном из сценариев, да, нельзя называть его худшим, он, короче, просто придет к условному какому-то там вице-президенту и скажет, простите, пожалуйста, Иван из платежей сделает эту задачу позже, потому что, реально, короче, экономия, экономика, она сходится, выгоднее сделать так, ну, то есть он и про бизнес подумал, ему не было пофиг, он, короче, не вот так вот зашоренно шел и решал свою задачу, он и про технологии подумал, правда, пример слабый получился немножко, с точки зрения того, что он пытался найти технологическое решение, пусть и не идеальное, да, под замену своего варианта, вот, и при этом он, короче, ну, да, подумал и о технологиях, и о бизнесе, вот, при этом, ну, решая вполне себе узкую задачу, всем взять и отказаться просто от Оркла, наверное, вот так вот. Ну, я понял, то есть это, как бы, всегда, смотреть на 360 градусов, то есть, понятно, что есть продакты, они мыслят, ну, условно, продуктами, то есть некая вертикаль, да, там нужно зарелизить, нужно там фичу, нужно померить там аналитику, как-то исследование провести, а продакт, он всегда смотрит горизонтально, да, то есть, условно, чтобы люди не только сидели в своих там бэклогах и так далее, да, там продуктовых, да, а понимали, что происходит у нас средних команд, что происходят какие-то вещи, ну, то есть, такой, решава, да, как я говорю, то есть, первую очередь, человек, который ходит... Это, кстати, вот то, за что я прямо обожаю эту профессию, серьезно, вот за что мне нравится именно эта профессия в крупных корпорациях, если ты продукт в крупной корпорации, да, ты обычно отвечаешь за очень узкую вертикаль, даже если ты чиф продукт-оунер какой-нибудь, да, даже если ты директор, короче, продуктов, ты все равно отвечаешь за достаточно узкую такую область, при этом, если ты проект в крупной корпорации, ты прям крутишься, короче, вот вокруг вот этих всех продуктов, да, пытаясь там собрать их вместе, прокрутить, направить в единое русло, и задачи у тебя, ну, они такие, короче, кросс-командные, и это всегда классно, то есть, ты не зацикливаешься на одном каком-то действии, которое ты, типа, выполняешь хорошо, условные, там, не знаю, платежи, да, какие-нибудь, вот ты занимаешься платежами, ты год занимаешься платежами, два, три, пять, платежи, конечно, развиваются объективно, там, меняются многие подходы и так далее, но, блин, не так сильно, вот, а работая проектом, ты крутишься, стоит отдать должное при этом, правда, например, да, я вот за несколько своих лет сделал там, сколько, вторая, третья сейчас, по-моему, у меня идет миграция, короче, с одной платформы, типа, на другую, я имею в виду, то есть тоже есть, конечно, повторяемость, что ты здесь мигрировал, там мигрировал, но, правда, за это время и ландшафт очень сильно поменялся, то есть у меня вчера был один ландшафт, второй раз был другой ландшафт, третий раз, короче, вообще третий ландшафт, совершенно не похожий на первый, от слова совсем, да, и задача, она вроде бы казалась бы, короче, та же самая, кого-то куда-то мигрировать, подменить платформу, да, под бизнесом, но, по сути, она совершенно другая, мне там. Гуд, я понял, тут, кстати, зарас спрашиваю, да, раз уж ты проводил пример про стоимость доработки, тут 1х, а там 3х, да, а кто вообще рассчитывает стоимость доработки, выручку, прибыль, убытки и так далее, это project делает, или это все-таки смежные подразделения? Давай разделим, здесь есть же, ну, два подхода, на мой взгляд, есть project, классический project, вот, да, например, вот я в консалтинге работал, у меня там был project мой, вот он приходил ко мне, как к эксперту, да, запрашивал меня, оценку, да, и я, соответственно, отвечал ему, да, там, с этой некой оценкой, он там, как обычно, это бывает, project в 30% накинул, я перед этим 30% накинул, да, короче, директор project накинул 30%, в итоге там отнесли клиенту X2, с точки зрения объема работы, да, это, ну, обычно такой классический подход, он работает по многих организациях, в банках, которые работают чисто по водопаду, да, там есть ЦК, центр компетенции, project туда приходит, и вот начинается у них совместная вот эта вот работа по расчету стоимости задачки, и project там, по сути, во многом несет ответственность внезапно за стоимость разработок, у него есть конечный бюджет, вот этот самый, да, есть конечный бюджет и так далее, потому что, он управляет этим ресурсом, он внезапно нанимает этих людей, да, он несет, ну, вот, пример, вот у меня тоже есть теща, да, она там работает с проектом, там, в IT, да, директор там проектов в разных масштабах, вот, и она несет полную ответственность за всех, кого она налила, она им принимает решение по их премиям, она принимает решение, кому как, когда работать, кому что делать и так далее, вот, условно, в продуктовой организации, да, сбер, продуктовая организация, для меня команда, это единица работы, я прихожу в команду, например, прихожу к тебе, да, говорю, Ваня, мне нужно сделать такую доработку, ты, короче, возвращаешься ко мне, говоришь, эта доработка будет заниматься только-то, я могу тебя подчелленджить, это другой вопрос, должен ли я тебя подчелленджить и так далее, да, но в целом, я встраиваю свой продуктовый бэклог, возможно, ситуации в проектах, у меня там, например, есть проекты, где мы отдельно прям создаем команду, нанимаем, потому что, ну, появляются новые фичи, под которые нет просто команды, нет такого продукта, да, под нее надо прям нанять отдельных людей, для того, чтобы создать новый сервис, еще что-то подобное сделать, эти люди остаются как команда и дальше сопровождают этот сервис, развивают его каким-то образом, и тому подобное, но базово, если представить себе, что ничего такого нет, да, то я прихожу к тебе, ты мне как, ну, некая единица, да, для меня единая работа, говоришь мне, сколько эта доработка будет стоить, мне кажется, в продуктовых организациях, оно выглядит, по крайней мере, из моих знаний, оно выглядит плюс-минус всегда одинаково, то есть Project, он не лезет в работу конкретной команды, короче, не стоит над программистом, вот так вот, с палкой, и говорит, прохранируй давай, ему каждый день, да, он скорее приходит и запрашивает единицу работы, и ожидает того, что эта работа будет выполнена в договоренный срок, вот, вот как-то так. Окей, я понял, давай сейчас как раз поговорим про скиллы, вот тут как раз Ася тоже пишет, у нас маленькая, то есть Сбер большая компания, да, много менеджеров, сотни команд, тысячи, там, десятка тысяч разработчиков и прочее, прочее, ну, и другие специальности, а когда ты работаешь в маленькой компании, да, вот как, опять же, Project делает все, да, и коммерческие предложения рассчитывает и бриф, и руководит разработкой, и нанимает разработчиков, договариваясь, и так далее, ну, и работает с командой, с заказчиком, там, сейки стейкхолдер-менеджмент и прочее, прочее, да, сроки, риски и тому подобное, насколько Project, ну, то есть, условно, да, вот мы как раз это и вынесли, да, там, софты-харды, да, софты, это понятно, да, это умение мотивировать, умение вести переговоры, лидерство, там, дезинфицированные навыки и так далее, и так далее, про софты знают все, да, я уверен, да, а про харды и для Project, да, то есть, опять же, вот ты говоришь, знание предметной области, да, предметной области, понимание бизнеса, понимание архитектуры, ландшафта, да, IT-ландшафта и так далее, вот насколько, как это, велика, вот это, насколько глубока, точнее, это кроличья нора, когда нужно погружаться в детали, то есть, сейчас мы говорим именно про харды, да, то есть, насколько глубоко Project, давай возьмем классического IT-проекта, да, вот прям всяких там, технических там, каких-нибудь узкоспециализированных, про структурщиков, да, а насколько Project среднестатистическому нужно погружаться в технические детали и какие харды, вот именно, какими хардами должен обладать для того, чтобы быть конкурентоспособным, ну, естественно, как бы, что-то стоит на рынке, вот, это, наверное. Да, давай, смотри, я уверен, что много Project'ов успешных, которые, ну, реально вообще не шаги в технологиях, да, и это относительно нормально, то есть, ну, я знаю, что такие люди есть, вот, они реально, там, могут быть даже суперуспешными, вот, они умеют это делать, и это тоже нормально, но значит, что у них, по сути, просто другие скиллы, суперразовые, вот, вот, давай так, людей, у которых какой-то навык прокачан на 99%, они входят в 99%, короче, вылезет, ладно, не важно, короче, что они лучше, чем 99% предыдущих людей с этим скиллом, да, на их моборке, вот, как бы, в топ-1, да, верят, что я персонально отношусь там в топ-1 по софт-скиллам, вряд ли, вот, я уверен, что большинство, ну, очевидно, что большинство людей к ним не относятся, поэтому я обычно имею баланс, что он позволяет победить, знаешь, короче, как на ЕГЭ, вот, вот я уже сдавал ЕГЭ в свое время, вот, и ты можешь, конечно, вложиться офигенно в математику и получить 100 баллов, вот, это, конечно, классно, сложно, но можешь, а можешь вложиться в три предмета, ну, и набрать там, условно, 210 баллов, математика 100, еще один предмет, 70, последний предмет 40, короче, ты там еле выпался, и получил те же самые 210 баллов, вот, да, вот я чуть больше верю в это, не из-за ЕГЭ, потому что я, каждый человек, в этом убежден, что это чуть более правильный подход, поэтому, отвечаю на твой вопрос про харды, значит, давай поговорим, я очень специфически отношу некоторые навыки к хардам, к примеру, такую навыку, как уметь правильно профакапить сроки, я отношу к хардам, то есть это совсем, на мой взгляд, про софты, потому что здесь нужна серьезная аналитика и подготовка к тому, почему ты что-то профакапишь условно, да, вот, здесь нужно, в том числе, скажем так, правильное расставление приоритетов, вот, да, которое базируется не столько на софтах, что ты сел, посидел, короче, посмотрел, подумал, я бы эту презентацию шикарно продал, да, а именно основываться, короче, на твоем понимании проекта, деталей проекта, как технологических, так и бизнесовых, вот, внезапно, правильно профакапить, ну, это, на мой взгляд, это некий хард-скил и прям ключевое важное умение для, вот, потом, давай, про, давай про технические навыки, наверное, больше, про них, про хард-риб, здесь вопрос такой, как я сказал, ты занимаешься технологическим продуктом, давай так, если ты занимаешься технологическим продуктом, ты, манер в IT, должен понимать, как устроен твой технологический продукт, ну, вообще, с заказчиком, вот, прийти заказчику и сказать, что, ну, я сейчас бегаю, короче, к своей команде и, например, поговорю с ними, насколько это реализуемо, это, возможно, сценарий, он в целом нормальный, но, на мой взгляд, гораздо профессиональнее выглядит, если ты плюс-минус понимаешь адекватность задачи и запроса сразу, к примеру, у меня, когда я был, как я говорю, еще маленьким, был интересный кейс, да, когда меня внезапно в консалтинге еще оставили за, за проект, да, то есть мой проект ушел в отпуск, говорит, ну, ты, короче, будешь за проект, ты хотел, ты пробуй, вот, и первое же сообщение, которое у меня в тот момент случилось, у нас стояла там, неважно, какой организации, вот, стояла женщина там, отвечающая за финансы, а не финансовый директор, там, может быть, пониже, да, вот, ты говорила следующее, я хочу, чтобы ваша финансовая система, вот, я поговорил с клиентом, чтобы данные там появлялись, вот, мы как бы, ну, так не может быть, вот, как бы, да, все классно, но на дворе, не 2022 год, когда у тебя там анализ речи в полный рост, да, и что хочешь, тебе, короче, можно с телефона записать, дай только доста, тогда это было и так реализуемо, в 2000, там, как бы, в 2011, в 2010 году, в 2012, вот, да, как бы, и вот эта мысль, нужно было донести, в целом, когда, на мой взгляд, тебе заказчик говорит, что он что-то хочет, менеджер должен представлять себе, как эту задачу решить, вот, когда мы говорим про крупную, представить себе, как решить в рамках его технологического конкретного продукта, так и в рамках внезапного ландшафта банка, почему это важно, банка, организации, вот, почему это важно еще, потому что ты внезапно можешь найти хорошее и нестандартное решение, вот, условно, если у тебя широко развитый кругозор, именно 360 градусов, с точки зрения того, как ты знаешь, как смежники есть, как они устроены, и в целом, как выглядит там, IT-ланшафт организация, то, как пример, вот, допустим, есть у тебя какая-то система архивная, вот, ты ее хранишь, ты ее пилишь, короче, да, тратишь на нее ресурсы регулярно, ну, вот, так тебе приходится делать, от тебя там регулятор требует, еще кто-то требует, неважно, да, заказчик, короче, требует, при этом, если ты крутишься и знаешь о том, что есть другие решения, ты внезапно можешь знать о том, что есть ребята, которые пилят общий сервис, там, типа архивации, архивных, хранения архивных данных, вот, и понимая плюс-минус задачу, понимаешь, первое, они существуют, то есть ты знаешь ландшафт 360, понимая, как устроен твой продукт, ты можешь сказать, блин, условно взять свой Oracle, вот, настроить Golden Gate в базу данных, короче, перелить Golden Gate в базу данных, на это потребуется, ну, условно, я знаю, пусть даже три недели работы, там, ДБА, да, со всеми тестами и так далее, вот, дальше мне, у них есть, типа, API-сервис какой-то, вот, я могу интегрироваться через API-сервис, который есть у них, со своей, со своей системой, и внезапно, первое, ты начнешь экономить, ну, например, да, я фантазирую, конечно, можешь не начнешь экономить, но, типа, они стоят дешевле, допустим, чем твое решение, и внезапно и организация начнет экономить, потому что у вас не будет ближайших решений, то есть у них есть какое-то решение, у тебя есть решение, да, и вы оба тратите ресурсы на их саппорт, а конкретные команды, это может быть, ну, такой себе, да, я имею в виду, ты должен поработать, во-первых, поработать, никто не любит работать, особенно менеджеры, в конце концов, да, менеджеры, если ты ходил работать, и ты не шел в менеджеры, правильно? Да, да, да. А ты, как хочешь, расскажи, как работать. Короче, ты должен поработать, вот, но, например, если таких команд набралось 10-20, да, а ты внезапно, как менеджер, вообще-то, можешь организовать и 10, и 20 команд. Ты в конце приходишь, говоришь, смотрите, я, блин, сэкономил, короче, x миллионов организаций, да, потому что подумал, узнал, и сделал вот это действие. Вот, на одну единицу команды экономия не такая большая, а на масштабе получается офигенная экономия, все в плюс. Вот. Отвечая на вопросы, ты должен внезапно знать, наверное, в идеале ты знаешь про существование Golden Gate, условного Golden Gate. Фиксник, хотя бы знаешь, что существует механизм репликацией, что не дискетами копируют, да, вот. Второе, ты можешь представить себе, что построить интеграционный сервис там через API, да, там через любой месседж-кви, короче, через любой месседж-брокер, реалистично для твоей системы, вот. Да, как бы, это уже хорошо. Если ты знаешь из серии, что, не знаю, что существуют там какие-то аналитические системы салаб-кубами и так далее, что это не тот же самый урокл, вот. Ты сразу можешь отметать какие-то идеи из серии, ну, допустим, вот у меня недавно был кейс, да, там пришли, говорят, давайте вот в эту аналитическую систему ваши данные сольем, вы их оттуда берите, да, вот. Ну, мне не надо уходить к архитектору. Я говорю, ребята, это алаб-кубы. У меня система, короче, куда входит 120 тысяч клиентов в минуту, и они запрашивают эти данные, А лаб-кубы так не работают, как бы, зачем вы мне приносите эту вашу задачу, короче, идите в другое место, там где-нибудь обсуждайте, где такая задача целесообразна. Вот. Вы мне ни экономию, ничего не сделаете. Вот. Вот. Вот решение нашлось, и мне не надо было для этого ходить, короче, на еще три совещания. При этом могут быть сценарии, конечно. Когда ко мне придут, например, скажут, не знаю, допустим, давай перейдем с 40-го на пастгру, вот, и я ничего не знаю про пастгру, допустим, да, ну да, мне, возможно, придется погуглить или там дойти до ребят-экспертов и с ними поговорить, понять разницу и какие будут минусы. Вот. При этом три серии должен, например, представлять, что существуют системы и что существует кэширование, например, какие-нибудь. Потому что ты просто взять систему, построить, интегрировать большую сложную систему, и не подумать о том, что ты должен кэшировать данные. Почему? Потому что ты должен всегда думать о фейлах. Вообще, мое мнение такое, что менеджеры, аналитики, это менеджеры и аналитики, да, я имею в виду бизнес-системных аналитиков, их задача больше не о том, как хэппи-пасс, короче, рассказать, как должен быть устроен. Ну, рассказать они могут, они должны это уметь, да, а больше думать, короче, о негативных сценариях. То есть, что делать, когда что-то пошло не так. Вот. А здесь внезапно ты тоже должен знать ландшафт своей, короче, системы, с кем-то интегрирован, что будет, если конкретно этот элемент упадет и так далее. Ну, то есть, плюс-минус, как вот мы, как там, когда я занимался надежностью, да, как эта задача решалась. То есть, ты постоянно знаешь ландшафт 360, и ты задаешь себе вопрос, что будет, если эта система упадет. Но этот вопрос задается не потому, что я там занимался надежностью, да, а потому, что это логичный вопрос, что мне, неважно, как менеджеру продукта, как IT-менеджеру, да, что делать, когда это упадет. Чтобы было понятно, условно, у меня есть там мой вице-президент, отвечающий там за свол, как за продукт весь, да, и он тоже спрашивает вопрос, короче, что будет, когда что-то упадет. Он не задает вопрос, как бы, happy pass понятен, все будет хорошо, все будут счастливы, жить долго, да, и умрут в один день. А вот что будет, когда эта фигня начнет падать? Вот. Это частый вопрос, условно, который его волнует. Потому что очевидно, что ты, ну, короче, живешь в идеальном мире, вот, и должен думать о моментах, когда будет больно, а не о когда, типа, все будет хорошо. Когда все будет хорошо, куча людей об этом подумает, и эту задачку внезапно вполне может решить. Вот. А о том, что делать, когда что-то пошло не так, это вот обычно никто не хочет об этом думать. Да, интересно. Слушай, ну, это хороший поинт, на самом деле, последний, да, что работа с рисками, работа с проблемами, когда они уже появились. То есть, здесь же, как говорится, что покапят все. На любом проекте, да, не бывает, Всегда возникает проблема, что-то недоучили, что-то пошло не так, и так далее. И тут, опять же, важно понять, почему это и произошло, и что нужно сделать, чтобы это предотвратить в будущем. Вот. На своем опыте, на опыте коллег, там, не знаю, там, организации, и так далее, и так далее. Вот это как раз основное. Что касается моего мнения, лично, я вот почему мы тогда, да, там, очень плотно дискутировали. Я считаю следующее, что глубина вот этой норы, да, для такого, опять же, классического, среднестатистического, да, ну, просто, ну, такого, классического project manager, IT project manager, должна заканчиваться пониманием, что такое цикл разработки ПО, из чего он состоит, что такое технический долг, и как с ним нужно работать, там, не знаю, 20% от всего техдолга нужно брать спринт, да, или там целый спринт на техдолг. А понимать в целом, какие есть процессы тестирования, чем смог тестирование отличается от агрессионных, что такое нагрузочное тестирование, да, и так далее, и так далее, вот эти все. Дальше человек должен точно понимать, что такое архитектура проекта, и как с ней работать, да, какие системы, какое взаимодействие, асинхронная, синхронная, и так далее, и так далее. Если архитектуры нет, нужно ее создать. Вот прям, ну, если она там устарела, ее нужно обновить, да, то есть взять ресурс архитектора, да, иди сюда, нужно обновить, давай вот мы обновим там, и с Архемией согласуем, да, то есть этот, оправдайте этот процесс. Вот это, наверное, как раз составное. Для всего остального, да, там вот такой, я не знаю, почему мы используем кавку, а не RabbitMQ, да, то есть, ну, какие-то технические детали, да, там, почему эта система мониторинга, а не другая система. Для этого либо есть архитектор, либо есть технический, мое мнение, то есть человек, который отвечает уже за непосредственно работу с теми технологиями, которые используют в проекте, в продукте, там, неважно, где-то, да, там, в какой-то сущности, да, и вот, собственно, мне кажется, что вот это и должно быть. Ну, опять же, я тоже хардам отношу, управление там сроками, управление бюджетом, управление рисками и так далее, и так далее. Ну, все вот это по пимбоку, все классическое, вот эти сколько, там, 8-9, ну, вот эти области, да, а тут еще, кстати, тоже говорят, что, ну, Дмитрий задает интересный вопрос, ты пока рассказывал, я прочитал, что неважно, какой тайтл, лычка, а важно, какая сертификация у тебя есть, да, ну, то есть, точнее, неважно, какой тайтл, лычка, сертификация, а важно, какого уровня сложности ты решаешь, можешь закрыть, да, и тут как раз вопрос, да, что можно поставить цель и уделить 6 месяцев на приобретение PMP, это сертификация, Project Management Professional, да, и приобретение важного куска знаний по процессам, да, там, и так далее, и так далее, а с другой стороны, я бы мог уделить эти 6 месяцев на, да, там, дополнительные усилия и заэкстремарить по текущим задачам в проекте, да, и расти через контекст, вот ты что предпочитаешь, вот, некие фундаментальные знания теоретические или реальные знания, полученные на практике, ты же собеседуешь, наверняка, проектов, да, к себе в команде, ну, как бы, вот ты на что обращаешь внимание, вот, как мне тоже, мне кажется, это важно в контексте разговора нашего. Слушай, давай так, короче, ни разу не обращал внимание на сертификацию, вот, да, вот вообще ни разу, короче, на нее не смотрел, вот, здесь есть, наверное, несколько проблем, первое, я, конечно, не люблю процессы, вот, несмотря на то, что я там, PM, да, я, конечно, вот сейчас тебя поломал, наконец-то, и там, больше дубу о процессах, ну, к этому и роль обязывает, короче, новое, да, и в целом, наверное, это правильно, но я просто вот ненавижу вот эти вот все процессы, короче, да, вот эти жуткие описания, когда ты должен где-то утвердить, кучу деталей вот этих вот написать, вот, и я, конечно, чуть больше за практику, объективно, вот, то есть ты должен, ну, заниматься, ты должен работать, потому что практика, она внезапно, ну, конечно, гораздо сильно отличается от того, чему нас учат, да, там, условные PMP, чему нас учат, другие сертификации, да, и так далее, ну, давай для примера, нам не рассказывают о том, что люди не хотят работать, да, ни в одной сертификации человек не хочет работать, вот, и что с этим делать, тебе тоже не говорится, ни в одной сертификации тебе, не знаю, не говорится, что у тебя могут быть, там, разногласия с архитектором, короче, и как тебе их решать, тебе тоже никто не скажет. Конечно, сто процентов. И внезапно большая часть вещей, которые рассказывают о сертификациях и во многих бизнес-книгах, вот, да, здесь важный момент, они очень логичны, они понятны, и вытекают из того, что человек адекватный, вот, а мы, в первую очередь, нанимаем адекватных людей, у него может не быть какого-то конкретного скилла, но если человек адекватный, вот, ты готов там чему-то обучаться, он может этому обучиться. Есть, например, там, не знаю, книги, курсы, которые учат, ну, прям, классным, конкретным, практичным вещам. Вот это здорово, то есть, когда ты приходишь, тебе говорят, короче, у тебя есть ситуация А, вот, ты должен прийти в Б, вот такие вводные, короче, чтобы из этого прийти туда, ну, у тебя такие шаги. Но, это классно, это можно пробовать приземлить на себя, но внезапно только какие-то простые кейсы. Почему? Давай, вот я приведу пример, условно, у меня там жена, она хед оф, короче, там, продукта, то есть, она там, или директор продукта, не знаю, как правильно ее назвать, короче, в банке, да, в другом. И вот у меня, самая крупная история, которой я занимался, это трансформация платформы Сбербанк онлайн, собственно говоря, с монолитом на микросервис. То есть, 10 лет, 8 лет с монолитом, а потом должен был, короче, перейти на новую историю, там, платформы с микросервисом, но с красотой. Вот, и у меня стоит задача. Собственно говоря, задача, как обычно, несколько, это там, усиление time to market, ускорение time to market, так говорю, усиление, снижение стоимости владения, и, ну, по сути, две таких вот ключевых для меня истории, да, были. Значит, у нее тоже есть задача трансформации, то есть, я свою там плюс-минус закончил, можно сказать, и вот тут недавно у них точно такая же задача, похожая, возникла, по замене там, своей платформы. Вот, чтобы было понимать разницу, например, мне, в моей ситуации, мне было важнее и критичнее ускорить time to market. И я мог гораздо меньше думать про снижение стоимости своей системы. То есть, мы готовы были инвестировать деньги, продолжать им в легосе системы, но при этом, убирая наиболее важный и критичный бизнес поскорее в сторону там микросервисов, чтобы они могли развиваться и расти быстрее еще, то есть, приносить еще больше денег. Вот, потому что у нас такая была ситуация, то есть, такой ландшафт. Мы находились в определенных условиях, в которых мы могли себе это позволить. При этом, допустим, у моей жены вот таких условий нет. Внезапно для них стоимость критична и они готовы пожертвовать time to market в пользу снижения стоимости своей системы здесь и сейчас. То есть, мой опыт, несмотря на то, что он большой, классный, и он тоже в банке, и системы похожи, потому что у нее ДБО только там условно для юрлиц, он нифига не применим. Я могу, конечно, сказать, как им сделать. Ну, то есть, мы с ней сидели, разговаривали вечером. Я говорю, ну, надо посмотреть там вот это, вот это, вот это. Но сам по себе мой опыт, именно опыт того, что я сделал, какие шаги я сделал, он же в реальности неприменим туда. То есть, он, короче, противоположный тому, что делают они. Вот. И это, ну, на мой взгляд, тоже нужно всегда понимать, когда ты чему-то учишься, когда ты читаешь какую-то книгу, вот, что люди находятся в определенной ситуации. Вот. Да, у нее свой ландшафт, свои требования, свои ожидания, ну, и свои возможности, собственно говоря. Кстати, вот, к примеру, еще тоже, давай, не из моего опыта, чтобы он не был такой искаженный, может быть, немножко с беремым, и спецификой, в общем, я занимаюсь, но у меня жена чистый, короче, бизнес. вот, да, как я сказал, директор от ДБОшного в другом банке западном. И, и она, короче, не боится, давай так скажешь, так, короче, когда я приносит, у них есть менеджер, вот менеджер приходит, приносит ей оценку, говорит, смотри, надо сделать вот столько-то, давай вот столько-то бюджета. Вот, архитектор говорит, надо построить какой-то новый мега-сервис, допустим, давай там, профназируем для отправки СМС-ка. Вот. Она открывает, говорит, что вы мне здесь загоняете? Вот, и идет, давай используем слово разматывать, короче, их всех, потому что, говорит, вы мне предлагаете построить новый сервис за, не знаю, там 10 тикс миллионов, вот, когда у вас здесь вот есть, короче, ваш, пусть легоси, пусть немножко кастрильный сервис, да, но который я смогу за, не знаю, там, в 100 раз дешевле использовать, доработавшись чуть-чуть. Адаптировать, да. Да, да, и там начинается вот эта вся история, ой, а когда же вы откажетесь от этого легоси, да, и так далее. То есть вопрос того, что ты не боишься залезть в техническую историю, у тебя есть понимание кругозора 360, вот, да, и тебя вот так вот просто не на это, не обмануть, используем вот это слово, хотя более подходяще. То есть это пример, там, не мой условно, да, вот человеком, по сути, работаешь в совершенно другой организации и занимаешься, там, не технической историей, как я, да, занимаешься чисто бизнесовой, по сути, темой. К вопросу, важно ли для продукта, наверное, тоже обладать этими навыками. Что касается, лично моего мнения, да, вот, там, сертификации, либо навыки. Мое мнение следующее, естественно, реальный опыт, он гораздо важнее любых, там, знаний, любых сертификатов, курсов и прочее, прочее. Здесь как раз вот, многие становятся сейчас, особенно, когда тема, там, год, там, или, там, несколько лет назад, войти-войти, да, когда многие стараются стать, там, не знаю, проектами, аналитиками, разработчиками и так далее, не имея релевантного опыта, да, и, как бы, войдя, там, внижав, войти, да, за счет именно теоретических знаний. И это, это как бы, да, это, это работает, но сейчас просто настолько большой наплыв, что очень сложно только на теории, только на теории без практического опыта, да, собственно, получить, там, желаемую позицию. Тем более, если мы говорим про какие-то, там, не только джиновские, да, а middle, senior, там, или позиции, или да. Но, я считаю следующее, что в любом случае теоретическая база, и она должна быть, то есть, условно, если у тебя есть сертификат PMP, либо какой-нибудь Prince 2, там, IPMA, в свое время я вот в Сбер, когда всех отправлял, там, в 15, в 14-15 году всех на IPMA, я вот пошел, там, получил, там, D, C и так далее, да, у меня это есть, это было, там, 7 лет назад, там, 6-7 лет назад, ну, там, да, 7, но у меня это есть. В резюме, да, это просто как бы подтверждает, что я понимаю, что такое теория проектного менеджмента, потому что у меня есть этот сертификат. Это не является основной, естественно, основным фактором по приеме на работу, но это все равно такой небольшой, там, полбалла. Полбалла плюс, что, как бы, у тебя он есть, это хорошо, это лучше, чем его нету. Но, естественно, конечно, в первую очередь смотрит на опыт, потому что все знания в IT, они очень быстро устаревают, да, и то, что было 7 лет назад, оно, может быть, уже не актуально, ну, кроме каких-то там совсем азов, как ты говорил, менеджментов. Тут еще Андрей, Сажин тоже прислал свое резюме, попросил разобрать. Мы не будем сейчас это делать, потому что у нас все-таки тема про другое, а не про брожерку, да, Андрей, я там вкратце посмотрел ваше резюме, напишите мне в рентин, я там дам пару комментариев, что нужно исправить, лучше это, ну, лучше сделаем это офлайн. Дальше, да, дальше, это как раз вопрос, который тоже мы вынесли в анонс, как к нему эффективно развивать технические навыки, не будучи разработчиком, да, или каким-то системным аналитиком, тестировщиком и так далее. Объясню, например, в ЕПАМе есть отдельная каста, так называемый деливери менеджеров, да, менеджерам по там поставкам, по релизам и так далее, да, которые совмещают функции релиз менеджера и проекта, и где-то там скроммастера, ну, там, как это, и депенсер проекта, да, и очень хорошо, когда ты в деливери менеджеры идешь именно из разработчиков, ну, либо из инженеров, да, неважно, системных инженеров, да, в целом, потому что ты понимаешь специфику, но, что делать менеджерам, да, классическим, которые хотят развивать свои технические хардскиллы, не имея такого бэкграунда, что ты можешь посоветовать? Давай, смотри, мне кажется, погружаться в эту историю в рамках своего проекта, и это прям самый лучший вариант, я еще ни разу не видел, что меня послали, если я что-то не понимаю, то есть я много чего не понимаю, сколько лет я бы не работал, да, я много чего не понимаю, плюс, как я сказал, ландшафт постоянно меняется, то есть вчера у меня, например, был вендорский процессинг, сегодня он был большой, здоровый, короче, очень сложный, и так далее, сегодня у меня вендорский процессинг заменился там на самописный, он другой, то есть он в принципе другой, и меня еще ни разу не послали, как пример, когда я пришел с вопросом, расскажите, а как это у вас работает? В большинстве случаев, на мой взгляд, не пошлют, точно так же касается твоей системы, твоей, да, там, архитектуры, твоего ландшафта, то есть ты приходишь и спрашиваешь, единственный нюанс, есть, конечно, на мой взгляд, такой базовый принцип, что, ну, ты спросил раз, тебе ответили, в целом, наверное, рассказали, да, стоит запомнить, ты пришел, спросил два, на тебя посмотрели, возможно, ну, то же самое, я имею в виду, на тебя посмотрели странновато, но, наверное, тоже рассказали, вот, а если ты пришел третий раз с одним и тем же самым вопросом, ну, то, скорее всего, ты людей уже раздражаешь, вот, этим вопросом, и это означает, что, ну, ПМ, по сути, неважно кто, точнее, обязательно ПМ, любой человек, да, пришел, поговорил, запиши, пожалуйста, вот, что тебе рассказали, ты написал, есть непонятные слова, пошел, погуглил, как пример, когда-то я пришел, услышал, вот там, первый раз, я помню, я ходил на освещение, это Джун пришел, да, вот, я сидел, я там слышал, вот, дата пауэр, я вообще не представлялся, что такое дата пауэр, да, но Google есть, к счастью, не существует, я загуглил, что такое дата пауэр, плюс-минус понял, что это за дверь такой, да, вот, у меня отложилось, я запомнил, точно так же с большинством терминов, которые тебе встречаются, но при этом, понятно, ты должен их приземлить как-то на конкретный проект, да, не просто в голове у себя зафиксировать, поэтому ты приходишь и спрашиваешь людей, спрашиваешь, короче, людей, просишь их рассказать тебе, большинство людей готовы делиться, внезапно, просили слово внезапно, говорят, пореже, я почти, у меня почти получилось, я старался как-то, большинство людей готовы делиться своей экспертизой, особенно крутые специалисты, они всегда готовы, практически, из того, что я видел, готовы поделиться своей экспертизой, на мой взгляд, просто важно показывать тоже обучаемость, особенно если ты с этими людьми работаешь постоянно, как я сказал, возьми, пожалуйста, и запиши, это вообще ключевой навык PM, ничего не забывать, и не факап, ну, короче, ничего не забывать, в данном случае ничего не забывать, поэтому поговорил, запиши, изучи, непонятно, приди, спроси уже конкретный, точный вопрос, можно пойти учиться чему-нибудь, я имею в виду, пойти поучиться разработке, это, кстати, тоже нормально, полно курсов, достаточно, таких, в которых ты можешь погрузиться, узнать какие-то азы, тебе же не надо будет ревью проводить, кода, который пишет разработчик, а тебя одни, но при этом, если вдруг так случится, что тебе нужно будет поговорить под темой какой-то библиотеки, условно, или чему-нибудь еще, ты прям совсем не будешь условно витать в облаках, а сможешь вполне себе адекватно хоть что-то понять из того, что тебе будут рассказывать, поэтому мое мнение такое, что 80% это практика и общение с людьми, и получение некого экспертизы, которой они с тобой будут делиться, и 20% это книги, куча классных книг, которые можно почитать о том, как строятся системы, они просты, очевидны, но потому что сейчас тренд писать простые вещи, простые книги, ты не читаешь по черным дырам какой-нибудь, а ты читаешь это как вполне себе понятную историю, то есть ты садишься и прям тебе автор рассказывает конкретную историю того, как это устроено. В базовых принципах нового-то ничего не появилось в мире, я имею в виду с точки зрения того, как устроить, давайте так, большинство из нас занимается простыми системами, мы не строим там, не знаю, суперсложных, околайных какой-нибудь, да, да, суперсложных, супертехнологичных и так далее, большинство из нас занимается простыми вещами, вот, кто-то сложнее, кто-то попроще, когда ты берешь какую-то базовую книгу, там есть с этим, с условным, как его называют, с кабанчиком, да, например, книги по там архитектуре и так далее, ты берешь их, открываешь, и твоя система, скажем, там описана, может быть, не напрямую твоя, да, но принципы будут абсолютно те же самые, и моя система, и система, да, там ребят, кто там к нам подключился, она тоже там описана. процент практика, 20 процентов почитать что-нибудь. Да, согласен, да, полностью, да, именно в таком-то отношении, ну, опять же, тоже, тоже нужно понимать, да, как я говорил, основы технически важны, ты упомянул, очень хороший пример, когда ты общаешься с заказчиком, ну, или с кем-то, да, основных стейкхолдеров, да, когда тебе задают вопрос, а ты не знаешь, как ответить, окей, ладно, можно взять с собой вопрос, но подумать, и потом там, через, не знаю, в течение дня, там, через день присылать ответ, да, но, действительно, иметь, когда ты умеешь отвечать прямо на ходу, благодаря своим знаниям, да, это реально подкупает, это реально подкупает, но, опять же, тоже нужно понимать, да, вот это, куда ты хочешь идти, вот эта карьерная история, карьерный трек, да, ты хочешь расти горизонтально, да, как эксперт, погружаясь, все больше и больше деталей, там, какие-то стейки, преймворки, библиотеки, и прочее, прочее, либо ты хочешь уйти вертикально, если ты хочешь уйти вертикально, там нужны чуть другие скиллы, и, опять же, да, ты хочешь уйти в IT, ты хочешь уйти в бизнес, ты хочешь уйти в project management, product management, может, ты хочешь, поймешь, такой, да нахрен это все, и пойду в маркетинг, да, вообще, или вообще своим бизнесом буду заниматься, но, это тоже такой product management, да, любой бизнес, это ценно-продукт, там, даже, если это сервис или консалтинг, это ценно-продукт, да, поэтому, как бы, здесь это просто другие вещи, нужно понимать, да, вот, соответствуют ли те знания, книги, там, курсы, сертификаты, там, еще что-то, да, моим целям, карьерным, карьерным, там, каким-то, да, амбициям в целом, да, ну, мы говорим про карьеру, да, в целом, так, Гуд, хорошо, Дмитрий тоже спрашивает, попрошу дать несколько книг, которые, ты считаешь, помогут бустануться в пем-направлении, можно не для новичков, а для среднего advanced level. Давай так, с книгами я сейчас не готов, вечер, и уже тяжело, я просто не вспомню, наверное, ничего, вот, не знаю, насколько там, ну, можно будет в комментарии потом вернуться, да, допустим, я что-нибудь, может, напишу, просто в канале у тебя, вот, есть, наверное, прям вот, то, что мне очень нравится, история, связанная с тем, что PM не должен ничего про факапить, и ничего не забыть, мне, кстати, нравится вот этот список, я у тебя его где-то видел, на самом деле уже, вот, мне, у меня все это есть, у меня записано это, хорошо, вот, что PM не должен ничего факапить, ты прям реально не должен забывать, ты не должен забывать свои поручения и чужие, ты можешь их не выполнить, по каким-то причинам, вот, но то, что ты не должен их потерять, это прям вот сто процентов, в этом смысле мне очень нравится, ну, я начинал с Get Things Done, и по сути, да, я его пользую, но мне еще очень нравится Дорофеев в этом смысле, на мой взгляд, он классно описывает базовые вещи того, ну, не базовые, даже там, глубокие вещи того, как ты должен составлять себя работать, и как ты должен ничего не факапить, просто, на мой взгляд, это более приземленный вариант на современный мир, Get Things Done, который ты прям можешь взять и начать использовать, вот, я считаю, это прям критически важно, то есть, трекер задач, из своих, вот этих, из своих и чужих, что важно, да, и то, как победить вот эту внутреннюю обезьянку, которая не хочет работать, или которая не хочет задумываться, это прям супер важно, ее я советую абсолютно всем ребятам, с кем, с кем, с кем, с кем работаю, вот. У меня, да, вот я тоже скинул как раз там список книг в чат, там и проектный, и продуктовый менеджмент, это то, что я читал, то, что могу рекомендовать, я могу пару слов сказать вообще в целом про личную эффективность, да, вот мне очень сильно понравился Максим Баттерев, 45-й ролл менеджера, да, вот прям шикарная реальная книга, которая написана простым языком, это опыт человека, да, конкретно Максима, каждая папировка, да, это засечка, по сути, некий урок, который он вынес, ну, исходя там на свои работы, как бы, и менеджмент, там больше про продажи, но в целом, да, как бы, именно вот общего менеджмента, как Стивен Кови, понятно, да, магия утра, ясно, понятно, как носить мысль, убеждать людей с помощью слов, да, вот это прям, да, как влиять на людей, вот это очень хорошая история, да, то есть, как бы, там действительно есть вот Project Product Management, но вот про личную эффективность, вот то, что я написал, не очень сильно за что, поэтому прям рекомендационно. слушай, я вот еще взял книжку тут недавно, как раз у своего вице-президента, почитать How to Make Impact, вот я ее только так не могу читать, но мне прям очень зашло, она, на мой взгляд, офигенная с точки зрения того, что она дает четкие практические советы, как представлять визуальную информацию, нет истории, что, не знаю, делай красочные слайды, вот, с кучей выходов этих, вылетающих букв, так делать не надо, она прям вполне себе четкая история о том, как, например, тебе надо таблицы показывать, вот, да, мы все постоянно работаем с таблицами, мы все постоянно показываем эту информацию, как ее показать сжато, удобно, комфортно, чтобы люди эту информацию видели, прочитали, вот, и восприняли, как там самый простой пример, да, который часто, кстати, эту ошибку я прям часто вижу в презентациях, это история, что ты условно берешь столбчатую диаграмму, какую-то, неважно какую, да, и показываешь ее там, слева направо у тебя идут какие-то столбики, и тебе всегда интуитивно кажется, что слева направо у тебя идут даты, а люди просто показывают сравнение каких-то цифр, да, что историю эту информацию надо там повернуть, неким образом изменить, ну, окей, повернуть просто хотя бы там, это, получается, не вертикально, как она у тебя была, столбики, а горизонтально, да, горизонтально, да, что это там не кварталы, не месяцы, да, что это просто сравнить, сравнение, некая пирамидка базовых вот таких вот вещей. И вот в этой книге они прям реально такие практичные. Единственное, ее нет на русском, да, по крайней мере, я кому-то хотел из своих порекомендовать почитать и гуглил, и не нашел в тот момент. Я тоже сейчас не нашел, пытался как найти перевод, ну или там аналог. Не нашел, да. Окей, гуд. Про книги поговорили. Я думаю, что, ну как бы, в целом, вопросы мы обсудили. Твое мнение очень полезно было. Я там свои пять копеек вставлял. Я думаю, что сейчас, наверное, самое время как раз ответить на вопросы, которые в чате, да, мы в целом, ну то есть сейчас самое время как раз кто, кто не написал, еще раз их задать, да, я сейчас быстренько посмотрю. Да, ну собственно, как, ну тут был вопрос, да, как эффективно работать с фрилансерами, да, которые постоянно факапят сроки. Не подрядчиками, а фрилансерами, то есть индивидуалами, да. Как, что бы ты мог рекомендовать? Я написал, ну наказывай. Ну да, как бы, а что, а что, а что, что ты здесь порекомендуешь, порекомендуешь. Действительно, надо их наказывать, наказывать деньгами, вот, да, не знаю, там, как, ты просто правильно написал, по сути, да, что у тебя есть договор, это надо учитывать, что такие кейсы могут быть, но это вообще стандартное проектное управление, да, что ты понимаешь, что люди факапят, они точно не сделают то, о чем вы договорились. Это базовый принцип, из которого надо исходить, поэтому ты выбираешь, как их наказывать деньгами, либо еще как-то там из серии репутационно потенциально, да. Ну да, да, там отзывами там или еще чем-то, да, но это в итоге все равно влияет на деньги, да, меньше клиентов, меньше чеки и прочее, прочее. А, да, здесь как бы, ну, опять же, да, поэтому, знаешь, это там многие, знаешь, там работы с друзьями, там, вот я тебе на карточку скину, а ты мне там логотипчик, поэтому это такая, ну, скорбская тема, поэтому нужен договор. Валерий спрашивает, скажите, что порекомендуете по управлению конфликтами и по мотивации? Наверное, книги имеются в виду, я вот сейчас тоже сейчас сходу не могу. Такие нет. Ну, с конфликтами я бы, наверное, сходу сказал, что потенциально хорошая история, это всякие, там, управленческая борьба и так далее, их можно, ну, погуглить. Хорошая, да, да. Это прям, ну, просто позвольте прокачать не могу, да, там, что конфликт, что остальное, это просто диалог между, там, двумя людьми, да, вот, пожалуйста. Это как, наверное, такой базовый вариант. Как мне кажется. Плюс можно в целом погуглить, наверное, эту историю, потому что про конфликты достаточно много сказано о том, как, там, получить желаемое, я имею в виду, там, не знаю, всякие техники соля, использовать ее, вот это вот все, да, там, вот, насколько это срабатывает, не знаю, что я так ни разу на себе не испытал, потому что обычно, когда ты работаешь, там, с адекватными, с людьми, да, но это все все равно не работает, все друг друга и так понимают. Вот, поэтому ты либо приходишь и рассказываешь классные вещи, в смысле, понятные, да, всем, вот, и все понимают и с тобой соглашаются, либо не соглашаются, но тогда, какую бы ты технику салями не применял, короче, ты никого, простите меня, не обманешь. Ну, это да, это да. То есть я такое, давай так, я такое не видел. Я, наверное, про мотивацию опять же сказал, про мотивацию, там, про эффективность я скинул книги, ну, опять же, Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», тоже это, там, классика, да, уверен, все читали, да, она написана давно, ну, как бы, ну, там, плюс-минус, да, но все равно, как бы, не утрачивает. Я вот скинул еще, да, «Не откладывай на завтра», краткий гид по борьбе с прокрастинацией. Интересная книга, я не читал, но слышал отзывы, просто сейчас вот там из своих этих заметок поднял. Окей, где порекомендуйте изучать информацию, как это, не читал, но осуждаю, да? Я не осуждаю, просто слышал. Рекомендуй, не читал, но рекомендую. Да, не читал, но отлично. Ну, опять же, слышал много отзывов, поэтому, говорю, у меня там есть список книг, знаешь, которые я прочитал и которые нужно прочитать. Я просто зашел, посмотрел, они там сортированы у меня. Я тоже сейчас читал список книг, да, перебью, прости. Я вспомнил, наверное, какие хорошие подходящие книги, это «Как разговаривать с мудаками», по-моему, так. О, да-да-да-да, да-да-да, есть такая, да. И вторая «Как быть крысой». Вот, вот, мне кажется, две книги. Писывающие, блин, такие названия. Такие названия, да-да-да. Ну, ладно, неважно. Ира, да. Мы это не будем вырезать. Да, вот как раз. Они об этом, да. То есть, ну, а что, это же настоящее название книг, да, как бы, я же не выдумывал. Действительно, о том, как конфликтовать, в слову, как управлять крысами, ой, как стать крысой, да, как раз о том, как правильно конфликтовать и так далее, да. Да, ну, понятно, с негативного такого, этого, история. По поводу, по поводу, вот я видел еще задачку, вопрос про архитектуру. Сейчас вот я пытаюсь как раз найти в своем списке книг. Как быть, крысы, да, искусство, интрига, выживание на работе. Прям есть такая история. Я же тебе говорю, реально-реальная книга, я ее читал года три назад. Вполне хорошая книга, вот, и так далее. Так. Так. Не могу найти, к сожалению, почему-то по архитектуре книжку. Да, вот как раз книга спрашивала, где что-то называется по-разному типу архитектуры, разницу стеков, особенности асинхронных систем и так далее. Сейчас, вот я писал, когда еще это, не составлял списков, сейчас я, может, ее найду, это у себя в приложении. Вот, да, потому что, я говорю, опять же, немного не моя прагметная область. Я не читаю там про микросервисы и так далее. Потому что я считаю, для этого есть архитектор, техлик, да, вот я лучше там про какой-то, не знаю, там, скрам, ну, не скрам гайд, ладно, там, это же совсем уже там 40 страниц. Что-нибудь. Ну, не знаю, вот там, курс от гугла по project management, да, на курсе, да, там, я не знаю, какие курсы от LinkedIn, не знаю, вот скраморга тоже там есть курсы, на Udemy много курсов, да, и про project management, про product management, да, поэтому в целом просто послушать, понять вообще, что и тенденции происходят. Вот, ну, я больше за такое, что-то не очень долго, не на полгода курс, да, там, максимум, на, там, месяц, максимум, там, три недели, три-четыре недели максимум, да, чтобы там, не знаю, полчаса в день, что надо тратить. А вот я за такое, поэтому про книгу про архитектуры не могу подсказать. Вот смотри, значит, я нашел одно высоконагруженное приложение, Мартин Клепман, но она сложновата, наверное, если ты прям вообще с нуля ее читаешь, по крайней мере, я так для себя запомнил. Вот, и есть еще вторая хорошая книжка, вот она мне много лет назад понравилась, я ее нашел, называется «Проектирование и дизайн по». Для тех, длинное название у нее, кому не все равно, пальцы под вечер уже все, старость, она такая, вот, единственное, автора не вижу, но я помню, что она легко гуглица, вот, короче, две книги, я бы советовал начать со второй, с нижней, она с вполне себе сценариями, да, человек рассказывает о том, что же у них там шло не так, автор рассказывает, человек говорит. Вот, что я бы советовал. Круто, да, спасибо, очень-очень ценно, давай я себе это тоже запишу, надо, надо хорды развивать, 100%. Окей, я думаю, что в целом по вопросу, видишь, про книги, прям какой-то эффект. Не зашло внезапно, да, я подготовился, я лишки люблю. Да, ну, главное, что все есть заметно. Гуд, ну что, я тогда предлагаю, если вопросов больше нет, в целом, я думаю, мы осветили все, да, аспекты, что планировали, что не планировали. Собственно, финальное слово за тобой, как он стандартно после слова. Слушай, давай так, начнем с того, что спасибо, что позвал. Мне было интересно, а это прикольный опыт, на самом деле, в онлайне пообщаться на неожиданные темы, несмотря на то, что в зиме сидишь, да, там, несколько часов в день, это внезапно интересно. Я обожаю профессию, короче, PM-а. Я рад, что, как я говорил, меня во многом вы в нее толкали. У нее прям огромное количество плюсов, за что я ее люблю. И она мне нравится. Я прям, ну, многим советовал бы, у кого есть такое желание в эту тему, на самом деле, развиваться, прокачиваться и оставаться в ней, не вестись на модных продуктоверов. Это все мода от Lookout. Не ведитесь. Наверное, это так. Гуд. Спасибо, что пришел, Артем. Спасибо всем, кто нас слушал, писал вопросы, дискутировал. И, ну, собственно, да, и будет смотреть на записи, да, на YouTube. Я выложу эфир сегодня на YouTube, пришлю ссылку и в сообщение. И тебе, Артем, естественно, тоже. Все благодаря. Спасибо большое. Спасибо за эфир. Вы лучшие. Спасибо большое. Внезапно было интересно. Внезапно было интересно. Да, хорошо. Поэтому спасибо, что слушали нас. Спасибо, ребята, отличный эфир, да. Очень круто. Артем, еще раз спасибо. Тогда всем хорошего вечера и до встречи на следующих купюрах. Спасибо вам. Всем пока. Хорошего вечера. Взаимно. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.